Всем привет! Это перезапуск лесоруба, которого так все долго ждали. И перезапуск означает, что я начинать буду с чистого листа, потому что так интереснее. Погнали! Микс, 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 он там! Быстрее, туда! Как только мы появляемся в Lumber Tycoon 2, нас встречают первых два здания. Это Land Store и Wood Store. Эти магазины работают 24 часа в сутки, в то время как остальные закрываются на ночь. В Wood Store можно купить все, что необходимо для начала игры. И вообще мы будем сюда очень часто заглядывать. Первая необходимая вещь в этом магазине это топор. Самый простецкий топор, который стоит 12 долларов. Игру же мы начинаем с 20 долларами, поэтому денег на самый дешманский топорик у нас хватает. Покупаем. Купив товар, мы сразу же можем вскрыть коробку и взять топор в руки. И посмотреть какой он. Не самый лучший топор в Lumber Tycoon, который я видел, но для начала пойдет. Вещь первой необходимости мы купили. Теперь нам необходимо найти место, которое поможет нам заработать первые деньги. И это место находится сразу же за магазином. И называется она «Переработка древесины». Со стороны это выглядит как огромная печка с зеленым огнем. Наверное, так оно и есть, потому что сюда мы будем подкидывать древесину, где она будет сгорать, и нам за это будут платить деньги. Не будем далеко ходить и срубим первое попавшееся дерево. 19 ударов. Ребята, мне понадобилось, чтобы срубить это тоненькое дерево. Это просто тихий ужас. Несем дерево в переработку. Обычно такие маленькие деревья можно сразу же закидывать в печь. Но наш экземпляр имеет очень много веток, поэтому я его разрублю. Как вы могли заметить, если рубить ветки у основания, то можно сэкономить значительно времени и вместо трех разрубов сделать всего один. Если вы неудачно схватились за древесину и перехватываться вам неохота, то тогда в помощь вам придет shift. Зажимайте shift и одну из любых кнопок WSD, и тогда деревяшка будет вращаться. Эта функция нам поможет в будущем. Срубив одно дерево и продав его, мы уже заработали денег на новый топор. Давайте же купим его. Не, такой топор у нас уже есть. За 12 долларов мы покупали. За 90 долларов. И есть за 190 долларов. Ну, 190 долларов у нас нет, поэтому берем за 90. При помощи коробок в магазине можно устраивать небольшой дестрой. Просто скидывая товар из полок. Но они очень быстро восстанавливаются. Ладно, чё-то я увлекся этим делом, пора уже купить этот топор и пойти рубить дерево дальше. И вот вам для сравнения два топора. Самый дешевый и подороже. Видите разницу в размере и в лезвии. Ну что ж, давайте пойдем и опробуем наш новенький топорик за 90 долларов. Этот топор за 90 долларов намного круче предыдущего, потому что этим топором мне всего лишь нужно было нанести 7 ударов. А предыдущим 19. Это практически в два раза меньше. Это дерево можно не разрубать и спокойно закинуть целым в печь. Но нужно немножечко помучиться. Развернув правильно дерево, можно закидывать его в печку. И как видите, никакой рубки. Также в игре можно встретить уже срубленное дерево, которое срубил другой игрок и вышел из Ламберт Айкон 2. Такое дерево признается бесхозным и его можно присвоить себе. Вот как раз такой экземпляр. Кто-то срубил дерево и вышел из игры. Если на дереве не высвечивается никнейм, тогда вы можете спокойно его забирать и перерабатывать. Маленький недорубленный брусок, лежавший с деревом, тоже забираем. Чего добру пропадать-то? Мы уже накопили денег на третий топор, который стоит 190 долларов. Давайте же его купим. Можно заметить, что топор за 190 долларов в размере больше, чем два предыдущих. А это означает, что рубить им древесину теперь можно в несколько раз быстрее. Чтобы проверить наш новенький топор, я решил выбрать огромное массивное дерево. Замахнулся я, конечно, нехило. Такое дерево и крутым топором долго рубить. Фух, ну наконец-то. 28 ударов, ребята. Чтобы срубить вот это массивное дерево. Но рубили мы его не только ради интереса, но и чтобы получить с него приличную сумму денег. Приличная сумма денег, это я говорю про начальный этап. Так что не рассчитывайте на тысячу долларов. Так как дерево большое и нести мы его физически не можем, мы можем его толкать. Для этого нам необходимо подойти к дереву, схватить его и комбинацией Shift плюс WSD просто перекидывать его с места на место. При помощи этого метода дерево можно использовать как лестницу. Допустим, подкидываем древесину к этой возвышенности и вскарабкиваемся. Продолжаем волочить наше огромное дерево к нашим печкам, чтобы переработать и получить какие-то денюжки. Этот метод также хорош, когда у тебя нету машины, но хочется чего-то большего. Ну, собственно, вот что осталось от этого огромного дерева. Я уже всё разрубил, осталось только это закинуть в печку. Какая здоровая куриная лапка, вы только посмотрите на неё. Я сейчас её так туда затолкаю, в эту печку даже не буду рубить. Только нужно её грамотно развернуть. Субтитры сделал DimaTorzok М-да, похоже, пока я рубил дерево, моё вакантное место уже заняли. Ладненько. Может быть, я туда как-нибудь втиснусь? Вау, кажется, я чуваку чуть тачку сейчас не угробил. Вот что значит занимать моё место. Со мной шутки плохи, а то забагаю. Ну что, ребята, с продажи этого дерева я получил 500 долларов. И этого вполне должно хватить, чтобы купить новенький топорик за 550 долларов. Если хорошо попросить продавца, и он не будет скупиться, то можно с него выбить скидку. Я, например, выбиваю её так. Ну ладно-ладно, я пошутил. Шутки шутками, но скидки мы, конечно же, с него не выбьем. Даже если я буду угрожать топором. Итак, ребята, подведём итоги. Поиграв чуть больше получаса, я уже смог купить себе топорик за 550 долларов. А это, между прочим, четвёртый топор из пяти, который возможно купить в магазине. И он считается очень хорошим топором для начального этапа. Ведь самое простое дерево он срубит за три удара. А на этом этапе наш первый день перезагрузки подошёл к концу. Вам спасибо, что смотрели. Не забываем подписываться, ставить лайки. И увидимся на новом видео. Всем удачки, пока-пока. Подписываюсь. И я подписываюсь. Подписочка.